Те же стены, окна и двери. Вот только звенящая тишина вызывает диссонанс. В МФЦ нет ни одного посетителя. Да и сотрудники сидят дома на самоизоляции. Ведь они в первую очередь попадают в группу риска заражения вирусной инфекцией. 30 обращений в смену, огромный документооборот. Приостановка деятельности МФЦ была первостепенной задачей. Павел Вячеславович, сейчас мы находимся в центральном отделении МФЦ. Здесь не работает ни одно окно. Все верно. По распоряжению президента Российской Федерации с 30 числа по 3 апреля текущего года все отделения МФЦ закрыты. У нас на территории таких отделений 7. Все полностью закрыты и в Венигороде и в гусарской балладе и в лесном городке. Сейчас в МФЦ работает только единый колл-центр, который работает во всех отделениях МФЦ Московской области, куда поступают звонки не только связанные с работой МФЦ и получением услуг, но и по вопросу коронавирусной инфекции. Потому что через Одинцовское МФЦ ежедневно до того, как был введен специальный режим, проходило порядка 1200 человек в день. Павел Вячеславович, возможно ли сейчас получить госуслугу, как это работает? Сейчас возможно получить только те услуги, которые оказываются в электронном виде. А таких услуг более 200, порядка где-то 220 услуг, которые можно получить в электронном виде. До этого надо было заранее быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь подтверждение личности. Все отделения МФЦ закрыты до 3 апреля, но колл-центр работает ежедневно в круглосуточном режиме. Любовь мультатули своей работой гордится. Главное для специалиста – это помощь людям, причем зачастую не только информационная, но и психологическая. Большой поток звонков. Конечно же, очень есть разные моменты, когда люди и на панике есть, когда вроде и не надо переживать, но по голосу чувствуется, все равно как бы спокойно он не спрашивал, что он хочет узнать от нас информацию. Мы ее сразу же доводим, соответственно, до заявителей. Также их успокаиваем, ну по мере возможностей. Каждый день операторам колл-центра приходится решать непростые задачи. Но именно за это они и любят свою работу. За то, что я могу оказать моральную, психологическую пользу заявителям. За то, что чувствуется, что мы не одни. Мы все как люди, как братья, как большая семья помогаем друг другу. Вот за это. За эту возможность, которую дает моя работа. Телефон горячей линии 8 800 550 50 30. Здесь вы сможете получить самую полную и актуальную информацию. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».